Быть волонтером дело нелегкое, но благородное. Волонтеры Национального центра помощи детям и поисково-спасательного отряда добровольцев Карачаева, Черкесии и Кавказ проводят огромную работу, профилактическую, благотворительную, помогают правоохранительным органам в поиске потерявшихся людей. В команде волонтеров задействованы и профессиональные психологи, которые поддерживают пострадавших в тяжелые минуты. А самое главное, волонтером ПСОД может стать каждый, было бы желание помогать. И специальный гость нашей программы – домохозяйка, а по совместительству волонтер со стажем Зинаида Шамбилова. О благородном добровольческом движении она рассказала Мадиника Ракетовой. Зинаида, а что значит быть добровольцем и давно ли вы пришли в отряд? Я пришла в команду в начале 2019 года, как раз когда начиналась пандемия. За время пандемии и на данный момент выполняются много задач. Мы начали работать и содействовать работе правоохранительных органов. Также к нам в поисках присоединяются неравнодушные жители Карачаева, Черкесии и помогают. А насколько охотно жители Карачаева, Черкесии присоединяются к добровольческому движению? И еще один момент, кто может стать добровольцем? В нашей команде сейчас порядка 180 неравнодушных добровольцев. Со всей территории Карачаева, Черкесии есть и те, кто со сельской местности приезжает на поиски. Добровольцем в отряде может стать любой гражданин, которому уже исполнилось 18 лет. Мы есть практически во всех социальных сетях. Можно в поисковик вбить в ПСОД и так нас найти. Поиск пропавших людей – это ведь не единственное направление в работе поисково-спасательного отряда добровольцев. У нас есть очень много направлений, по которому можно развиваться. Любой, кто захочет заняться каким-нибудь благородным, благим делом, сможет найти себе направление. Даже мамочки в декрете. Вот, например, у нас есть очень много женщин в группе репост, которые, делая репосты, это также является благим делом. И помогают отряду репостами. Есть группа психологов, которые общаются с родными пропавших людей. Есть те, кто выезжают на поиски. Есть, вот в 2020 году у нас появилась группа инфопоиска. Если пропал подросток, естественно, мы ищем информацию на страничках, в сети всю информацию, которую можно найти. Группа называется инфопоиск. Также можно, находясь дома, имея буквально под руками телефон, искать информацию, которая поможет правоохранительным органам и руководителям поисково-спасательного отряда в поисках. Ведь в нашем веке технологичном информационном самое важное – это информация. И помимо этих групп, есть также и другие группы, которые играют очень важную роль в жизни отряда. И, конечно, хотелось бы поблагодарить всех, кто помогает, кто приезжает на поиски, кто уделяет время этому. Пусть Всевышний примет все их благие дела. Молодцы вообще. И то, что развивается в Карачаево-Черкесии, добровольческие движения, волонтерские движения – это большой прогресс. Зинаида, а помимо добровольческой деятельности вы чем-нибудь еще занимаетесь, вы работаете? И один момент – не мешает ли ваше увлечение, стремление делать добро вашей обычной жизни, вашей повседневной жизни? Я сама домохозяйка, у меня две девочки дошкольного возраста. В то время, как у меня появляется возможность, к примеру, оставить с мамой. Если на это время попадает поиск, я выхожу на поиски. А так, в основном, я занимаюсь в сети, стараюсь в сети помогать. Это информационный поиск, это репосты, это информация, которой я могу помочь. То есть, можно отворить добро, даже не выходя из дома. Получается так? Очень много работы, выполняется очень много задач. Это и помощь органам власти, это и по направлению благие дела. Очень много задач тоже выполняется. И, если говорить в общем, на самом деле, проделывается много работы. И я считаю, что направление, ну, все равно можно уделить хотя бы немного времени, чтобы заниматься чем-то хорошим, чем-то светлым, тем, к чему тянется душа. Зинаида, но тем не менее, на поиск пропавшего человека вы все же выезжаете. Вы чуть выше говорили, что в свободное время бывает и такое, что вы участвуете непосредственно в поиске. Но меня интересуют ваши чувства в момент обнаружения человека, потеряшки, как вы его называете. Когда поступает вызов на поиск человека, естественно, возникает беспокойство. Беспокойство за то, что человек, подросток, ребенок сейчас находится в опасности. Встает задача найти его. Нужно работать на холодную голову, не проявлять эмоции. Четко выполнять поставленные задачи. Когда находится человек, это, естественно, вызывает радость. Радость за то, что этот человек вернется к родным и близким. Внутреннее облегчение возникает у добровольцев. То, что задача выполнена. То, что можно спокойно заниматься своими делами, спокойно лечь спать. Что кто-то сейчас не находится там в опасности. Чья-то жизнь не подвергается опасности. А если вы нашли человека слишком поздно? Это большой удар. И много эмоций, на самом деле, накрывает то, что вот не успели. Если бы, да у любого добровольца возникнут такие эмоции. Вот если бы выехали чуть-чуть пораньше. Вот если бы отреагировали пораньше. Если бы пораньше позвонили. На самом деле время реагирования играет очень большую роль. Конечно, вот в плане того, что человек найден и живой, все равно, как объяснить, это для добровольца очень тяжело тоже переносится. Зинаида, мы соболезнуем родными и близким, те, кто ушел безвозвратно. И делаем выводы. Почему так произошло? Почему не успели? Что мы можем исправить, чтобы таких случаев не повторялось? Зинаида, вы, несомненно, делаете очень большое и благородное дело. Вы, ваши коллеги, добровольцы отряда ПСОД. Что бы вы хотели пожелать вашим коллегам, ну и жителям нашей Карачаевой Черкесии? Я желаю всем жителям республики здоровья, удачи, счастья. Будьте внимательными. В свете происходящих событий важно оставаться бдительным. Будьте крепкими, будьте уверенными в себе. И всего самого лучшего я вам желаю. И неравнодушных граждан приглашаю присоединиться к команде ПСОД «Кавказская ЧАЭР». Спасибо.